Сегодня в эфире. Чаще всего причиной смерти женщин во время родов становятся осложнения, возникшие из-за позднего обращения женщины к врачу для наблюдения за беременностью. В такой ситуации чаще всего оказываются женщины из групп риска или оставшиеся в трудной жизненной ситуации. Женщины обращаются к врачу фактически тогда, когда надо рожать, либо когда на поздних стадиях беременности возникают осложнения, например, маточное кровотечение. А при позднем обращении оно может иметь летальный исход, пояснила министр здравоохранения в интервью телеканалу «Россия-24». Сколько женщин умирает при родах в Петербурге, читайте здесь, в 2012 году показатель материнской смертности составил 11,1 случаи на 100 тысяч родов. По словам Вероники Скворцовой, этот показатель существенно лучше США и соответствует уровню «лучших систем здравоохранения». Министр отметила, что только 30% россиянок имеют здоровые, физиологичные роды, женщины, которые имеют минимальное отклонение от нормы, могут рожать в роддомах первого или второго уровня. Для тяжелых родов с патологиями существуют перинатальные центры. Создание таких центров в России, по словам министра, позволило значительно снизить материнскую и младенческую смертность. Почему россиянки рожают тяжелее жительниц других стран? Читайте здесь, мы проводим ежемесячные видеоселекторы со всеми регионами, и каждый случай смерти беременной женщины и ребенка мы не просто разбираем, а запрашиваем всю первичную документацию, вызываем лечащих врачей, главных врачей медучреждения, и проводим работу над ошибками, это очень действенно, пояснила Скворцова. Напомним, в 2014 году, по плану Минздрава, в России должны появиться 32 перинатальных центра.